Ну разве можно быть глухим к тому, что здесь я созерцаю? Не фотографии, стихи передо мной, и я читаю. Сегодня можно прочитать о чемпионате мира по футболу и о жизни российской глубинки, увидеть эмоции, обратить внимание на то, что обычно скрыто. Каждая фотография – это кусочек реальной жизни. Это то, что есть на самом деле, это не то, что придумано в воображении художника. Сумел ее так вот представить людям, так обыграть, так интересно подать, так необычно, реально. Очень понравилось. Здесь разная техника. Здесь черно-белая фотография, цветная фотография, фотографии с любопытными такими эффектами, с туманом, с отражением. Вот это все говорит о широте взгляда, о очень глубоком творческом понимании фотографий. История пишется объективом, утверждают наши фотохудожники. Работа Виктора Березкина погружает нас в мир спорта, эмоции выигрыша и проигрыша. А также вместе с ним мы побываем на модных показах и мероприятиях. Дмитрий Линников – руководитель фотослужбы факультета журналистики МГУ преподаватель. Сегодня на открытии коллеги по фотоцеху, журналисты городских СМИ и жители города. Но волнения у автора нет. Любая выставка для меня – это праздник. Фотограф делится своими впечатлениями, своим сопереживанием, своими мыслями. Это снимает не фотоаппарат, а человек. Потому что, как сказал один великий фотограф, фотохуру Никитас Валерий Гендероте, можно снимать и ведром, но главное, чтобы у тебя, то, что у тебя в голове, то, что у тебя в сердце. Дмитрий Дмитриевич – человек верующий. У него очень много фотографий, которые он делает в храме. И вот на этих фотографиях глаза, глаза людей, глаза детей, они совершенно живые. Поэтому, конечно, вот оторваться от этих фотографий бывает очень сложно. А еще в сердце у Дмитрия Линникова родной факультет журналистики и родная Ивантеевка. Православные святыни, русская природа и люди – герои его работ. На открытии выставки выступают и творческие люди другого направления – музыкального. Владимир Крижановский, Ирина Постникова и Валерий Кузьмин. Фотовыставка, посвященная 90-летию Подмосковья и 90-летию Ивантеевской журналистики, будет работать в выставочном зале библиотеки до 22 июля. Наталья Соболева, Антон Рябов, ИТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова